Музыка Шило в одном месте, не сидится ему Легкий на подъем, очень подхватывает идеи быстро, новые, абсолютно не закомплексованные По комплекции это как минимум вулкан 1500, по характеру это что-то близко к питбайку А по возможности залезть куда угодно, это что-то ближе к квадроциклу Музыка Родился я в городе Новокубанске, Краснодарского края Это под городом Армайир Мама у меня директор детского садика, была директором школы А отец бывший летчик, сейчас отдыхает в своем родном городе, в городе Новокубанске Он работал в нашем аэрофлоте, очень много налетных часов, побывал во всем мире практически Отец всегда был для меня примером, в детстве я мечтал о небе Но к сожалению, это как раз таки мое время 90-е, все развалилось Даже собственно, как я уже говорил, отец ушел из авиации, потому что аэропорт наш накрылся Да и вообще в целом в России положение с авиацией было не очень В этой сфере я уже около 10 лет, не менее 10 лет Поэтому я уже знаю что, как, мне нравится это направление Мы постоянно общаемся с людьми, стараемся помогать людям Мы официальный дилер справочно-правовой системы в Новропольском крае Это программа, в которой все законодательство Российской Федерации Начиная от нормативно-правовых актов и заканчивая аналитическими материалами Когда я работаю со своими клиентами, я объясняю, что вы действительно можете мне позвонить в час ночи на мой личный номер И я постараюсь вам помочь У нас было такое не так давно, в выходной день, в воскресенье Клиент с Кисловодска позвонил и говорит, у нас тут проблемка И мы действительно ее решили в течение одного часа Я считаю, что это новый подход к ведению бизнеса Когда не только действует правило, что клиент всегда прав, но еще остается место человеческим отношениям При этом ты не привязан к рабочему месту Свобода действий, у меня развязаны руки Если на предыдущих работах я был подневольным То есть, что сказали, то делаешь То здесь есть простор для творчества Простор для твоих личных решений То есть, ты сам придумал, ты сам воплотил, сам пожинаешь плоды Юрий, он чаще в разъездах, так как у него больше общения с заказчиками Здесь ему делать только, ну, может быть, какие-то там наброски для работы А так, в основном, он в разъездах В офисе не так часто появляется Хотя, при появлении это очень замечательно Он общительный, очень энергичный молодой человек И с ним интересно общаться, очень интересно с ним решать какие-то интересные вопросы Я в офисе не смогу работать Еще в студенческие годы я этого боялся Думал, неужели мне придется работать с 8 до 6, от звонка до звонка Реально, это вселяло ужас и страх Было дело, да, это было ужасно Почему-то я сразу, изначально думал, что это только временно И рано или поздно я найду свое место То, чем я смогу заниматься То, что будет приносить мне доход И то, чего я буду получать удовольствие Финансист Финансы и кредит Я закончил НГУ Это мое место Мне здесь настолько нравится, что я работаю в выходные дни Экстремальный вид спорта раскрывает людей достаточно Я сам удивился, меня на прошлой работе в этом не понимали Когда я мог приехать к клиенту в экипировке Полностью заряженной, в шлеме, в куртке и так далее Это, ну, с точки зрения бизнеса, наверное, считается неправильно То есть ты должен выглядеть презентабельно Но далеко не все клиенты уже привыкли к этому виду И зачастую такой шок, когда заходишь в офис, сам выглядишь как инопланетянин Это дико, но это так здорово открывает людей Они сразу интересуются Вау! Типа, ты на мотоцикле? А что за мотоцикл? А где стоит? Давай посмотрим И с очень многими руководителями я именно схожусь на этой теме Как ни крути, всем интересен экстремальный вид спорта И многие когда-то ездили на мотоцикле, кто-то хочет мотоцикл Это реально помогает в работе И если я на прошлых местах работы этим пользовался, грубо говоря, втихую То здесь я могу этим пользоваться в открытую И это мне действительно сильно помогает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я понял, что на мотоцикле можно развиваться безгранично Когда сел на эндуро Вот, дядя Вова один раз дал бесплатно покататься на своем эндурике После чего пришлось покупать такой же и ездить вместе с ними Это мой любимец, первый, с кого я начал заниматься именно мотоспортом Это мой хард эндуро CRF 250 Именно он меня затянул в мотоспорт Я уже не помню, сколько лет назад Именно эндуро раскрывает все возможности Точнее вообще все территории вокруг тебя Ты можешь попасть в любое место Там, где даже людей никогда не было Это злой мотоцикл Ошибок не прощает Так вот, к нему нужно долго привыкать, понимать, чувствовать Это действительно как живой организм С ним приходится договариваться, дружить Скинуть с седла, боднуть, как нифиг делать Эта трасса сегодня очень понравилась Организаторы ее увеличили Улучшили Я прям действительно в восторге от этой трассы Но должен сказать, что изначально я не ставил себе задачу выложиться на пол Мне хотелось именно потренироваться, отучить элементы То есть это основная моя проблема Это, наверное, любой мой друг расскажет У меня адреналин зашкаливает Я уже не вижу, что вокруг Я начинаю кататься на заднем и так далее Выпендриваться Впервые увидел в Пелагеаде В первую очередь, как бы, увидел девчонку отдельно, катающуюся от всей толпы Ну, подъехали там, ну, как бы, удивился сначала Вот, говорю, о, классно катаешься туда-сюда А потом, говорит, сейчас увидишь, говорит, есть у нас там один Который классно катается, говорит, и на переднем, и на заднем колесе Точно, смотрю издалека Вот, подъехали Ну, так и познакомились там Начал исполнять пируэты, как всегда Я в этом году уже свой план выполнил То есть я вошел в десятку лучших Я защищаю КМС То от этой гонки я хотел именно научиться вот этим базовым элементам То есть бежать к мотоциклу спокойно на старте Успокоить себя, чтобы адреналин не мешал мне работать хладнокровно с мотоциклом Потому что эмоции отражаются на мотоцикле И он начинает также эмоционально реагировать Это очень плохо всегда заканчивается Иногда бывает, что настраиваешься на победу Выкладываешься по полной программе И в итоге, например, после серьезного падения мотоцикл сильно страдает И в итоге ты и в топ не вошел Дай бог вообще, чтобы доехал до финиша И попал еще и на ремонт мотоцикла Поприветствуем чемпиона Я прям чувствую себя злитой Я сегодня доволен своим результатом Хотя я в тройку не вошел явно Но я хотя бы эту гонку прошел хладнокровно Я уже знал, как правильно рассчитать Как правильно сгруппироваться Где правильно открыть ручку газа ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это станд Если кратко, это акробатика на мотоцикле На закрытой площадке асфальтовой То есть умение ездить на заднем колесе в балансе Не на моторе Это для меня следующий этап развития Управления техникой Благодаря этим навыкам Чувствуешь себя на дорогах общего пользования Уже более уверенным Ты знаешь, как себя мотоцикл ведет Какова физика процесса Что делать в экстренной ситуации Этим видом спорта я начал заниматься Только в этом году Поэтому здесь я новичок Проект Потому что каждый стандбайк Делается под пилотом То есть даже опытный водитель Который профессионально занимается Этим видом спорта Сев на чужой стандбайк Он первое время не сможет ничего Поэтому в каждом случае Это индивидуальный проект Это CBR600F4I Инжекторный Из родного здесь пока что еще бак Но у меня уже есть другой Он будет вмятый Чтобы я мог залазить на бак сюда Сидушка пока что родная Ну, Рамосом, конечно же Я его взял специально Под эти нужды Он обошелся достаточно дешево Но вложений сюда Временных было очень много То есть все, что на нем создано Проектировалось своими силами Вот особое внимание Заслуживают вот эти дуги Которые делались Вместе с моим другом Женей Полностью с нуля Они проектировались по точкам Практически на месте Это необычные дуги Такие редко встретишь Здесь идет демпферный слайдер Который при ударе сжимается Тем самым Распределяет нагрузку при падениях У нас есть очень хороший мастер Который может сделать От самой элементарной работы До полностью перебрать мотор Но Быстрее это делать самому И я уже так достал своего мастера Что он в итоге меня научил Как это правильно делать И мелкий ремонт делаю я сам Мотоцикл учит многому Например, не всегда Можно открывать ручку газа на полную Смотреть вперед Очень далеко вперед Нереально далеко вперед Правильно вовремя нажать на тормоз И самое главное Как ты относишься к мотоциклу Неважно в жизни Так тебе в обратную и вернется В бизнесе сложнее оказалось Я сталкивался много раз С такими препятствиями Где оказывается нужно брать Не напором Не силой А хитростью Для меня это оказалось очень сложно Мысли о работе Меня в принципе не покидают Зачастую Бывает даже там уже в полночь Ко мне приходит какая-то идея Мысль И Я могу приступить к ней Прямо сейчас Даже вот если я куда-то уехал На соревнования Я там откатал гонку В процессе отдыха Меня может посетить Какая-нибудь мысль О работе Или например Зачастую я езжу на КМВ Чтобы полетать Или покататься И заодно могу совместить Приятное с полезным У меня там есть клиенты С которыми я работаю Я беру с собой Иногда беру, иногда нет Запасную одежду И по пути заезжаю К своим клиентам Хотел просто поздороваться Я считаю, что личный контакт Это основа Сейчас в век информационных технологий Все переходят на дистанционное Общение с людьми Я все же не хочу к этому приходить Настоящих друзей мало С Южем познакомились Как-то совершенно случайно Общего друга Сергея Ну и он с таким Как сказать Водушевлением впитывал Все, что ему рассказываешь Так искренне всем удивлялся Что по неволе Как вызывает Ну как позитивные Такие эмоции Потому что позитивных людей Нужно вокруг себя собирать Это мое мнение Готов Ну ко всяким Скажем так Юра, поехали Куда-то в грузе А, поехали Конечно, поехали Чего ж не поехали Ну и как бы все Вот это вот Вкупе Ну и соответственно У него тоже Он мне привел Любовь к Индору Вот Да, я Скажем так Из-за него купил мотоцикл Мы с ним очень часто общаемся Практически каждый день Учит он меня реально Тоже сейчас На каждом шагу Как нужно Вести себя В обществе Как уже зарабатывать Отношение к деньгам То есть Благодаря ему Я сейчас Начал жить Немножко По-другому Сергей Михайлович Да Научил меня Не обижаться Я запомнил его фразу Человек обидеть невозможно Человек может обидеть Только сам И действительно Это так Я Это вижу в людях Замечаю в себе Что в принципе Держать на кого-то обиду Точно не имеет смысла Раз уж мы говорим О Юре Я сначала Немножко скажу о себе Человек Подбирающийся Примерно К половине жизни К экватору Он Начинает ценить Тех Друзей Тех людей Которые Окружают его Как правило Жизнь таких людей Отфильтровывает Вот Теперь немножко Я скажу о Юрике Юрик один из тех Который остался Юрик это человек С которым Ну Я не боюсь попасть На необитаемый остров Потому что я знаю Что с его помощью Мы найдем и еду И воду И женщин Даже на необитаемом С Юриком Можно в огонь И в воду И выбраться И оттуда И оттуда Сухим и невредимым Просто Юру Немножечко не устраивало А сел в твою жизнь Юра больше По По темпераменту Ему надо все время Куда-то ехать Бежать Прыгать И так далее А клубная жизнь Она подразумевает Иногда и скучные Собрания И Какие-то мероприятия Которые не связаны С каким-то экшеном Поэтому Юра оказался Более свободолюбивой птицей Чем Все клубники Мотоклубов у нас Много Ребята развиваются Со всеми общаюсь Как бы Движение клубное Мне В чем-то нравится В чем-то нет Но Я когда-то пробовал Быть в клубе Путешественников Но оказалось, что Ну это название клуба Но оказалось, что Коллективные путешествия Все-таки не для меня Я люблю путешествовать Один Это позволяет Быть свободным Я люблю людей Я люблю коллектив Я люблю общаться Но Да, именно Когда я наедине Сам с собой Я могу Сосредоточиться На важных Для меня мыслях Ну например Когда ты едешь Куда-то далеко Большая часть пути Это Все конечно Красиво Там интересно Но Опять таки Все-таки Большая часть пути Ты Просто Вцепился Руль И смотришь Пряту Все В это время У тебя мозг очищается Ты В основном Забываешь про проблемы И ты Начинаешь На подсознательном уровне Перемалывать Какие-то Вопросы Это дает Перезагрузиться На самом деле Мотоцикл Это настолько волшебная вещь Как только ты на него садишься Это Просто Магия какая-то У тебя Все остается позади На данный момент Только ты Мотоцикл Дорога В среднем У меня пробег В районе 30 тысяч километров В сезон А мой фаворит Yamaha FGR 1200 Это мечта Всей моей жизни Это тот самый Мотоцикл Который Полностью подходит Именно для меня Я про него Очень много слышал Этот мотоцикл Очень дорогой И Я в принципе Когда Начинал Развитие В мотосфере Я даже не думал Что когда-либо Он у меня появится Даже Не то что Свежий Новый А вообще Хоть какой-нибудь Потому что Даже старые модели Он 2001 года Производится Стоит Очень дорого И Так сложилась Судьба Повезло Не знаю В общем продавали Немножко поцарапанный FGR При этом Ну состояние у него было так себе Но он на ходу Он ездил Все было в порядке Но я посчитал Что это как раз Мой вариант И отдавали его Очень дешево Я его взял И понял И понял Что это вот Именно тот Класс мотоцикла Который мне Больше всего Подходит И хотелось бы Доехать до Рима Хотя Теперь Не представляю Как это сделать Потому что Когда я путешествовал В Афины У меня заняло Это путешествие Около месяца При этом Я прекрасно понимаю Что Даже по пути Своего следования Я далеко не все Успел посмотреть Это очень мало Времени Для путешествия То есть Если ехать в Рим То мне нужно Месяца два Само собой Я не смогу Сейчас оставить Свою фирму На такой длительный срок Ну может быть Я успокаиваюсь От себя тем Что Жизнь еще длинная И я успею Съездить Так далеко Моя Очень старая мечта Это Сфотографироваться На фоне Колизея Именно Поставить мотоцикл Вот такая фотография Это будет Вершиной Той самой мечты Идеальная семья Это Моя семья В которой я вырос Мне Это Действительно По душе Я считаю Что мне Очень повезло С детством Меня вырастили В идеальных условиях Само собой Это Крепкая семья Это Отец Мать Ребенок Может быть Может быть Двое Все таки было бы лучше Не знаю О семье и детях Думал Не раз Но Почему-то я до сих пор До этого не готов Сейчас я вообще Наблюдаю за нынешним Поколением Временем За своим поколением Сейчас Немножко По-другому Это все выстраивается Много моих друзей Моих одногодок Которые Точно так же Пока до сих пор Без семьи Возможно Это печально Не знаю Как к этому относиться Ну сейчас такое время Пора бы Наверное уже Об этом говорят Все вокруг Коллеги Родственники Что уже Пора выбивать ветер От головы Надо бы Действительно уже Сесть Время-то идет Но я себе С трудом Это представляю Я не знаю Как так можно Редактор субтитров Субтитры сделал DimaTorzok